Надо сказать, что сердечная недостаточность в нашей стране, так же, впрочем, как и в мире, это чрезвычайно актуальная проблема. Связано это с высокой распространенностью и весьма неблагоприятным прогнозом. Вот совсем недавно, в прошлом году, была принята, полюкована и утверждена очередная версия европейских рекомендаций по диагностике и лечению острой хронической сердечной недостаточности, в которой значительное место уделялось безопасности сахароснижающих препаратов у больных с ХСН. И связано это с большой распространенностью диабета. Начнем с сердечной недостаточности. Обратите внимание, в настоящее время хроническая сердечная недостаточность принята терминологически называть эпидемией, поскольку очень большое количество жителей планеты страдает этим синдромом. Смотрите, в 2000 году в сердечной недостаточности страдали 155 миллионов человек, в 2012 году их уже стало 174 миллиона. И по прогнозу специалистов их будет около 200 миллионов в 2024 году. Лечение чрезвычайно дорогостоящее, тем не менее, оно очень широко распространено. В странах Европы более 15 миллионов человек страдают сердечной недостаточностью, в Соединенных Штатах более 5 миллионов человек. Ежегодно в такой благополучной, богатой стране, как Соединенных Штатах Америки, 550 тысяч новых случаев. И что самое парадоксальное и грустное, то, что несмотря на колоссальные вложения и большие достижения в лечении этих больных, качество их жизни остается плохим, а прогноз просто удручает. Половина госпитализированных с этим диагнозом пациентов умирают или поступают повторно в течение года. Что касается определения сердечной недостаточности, по мнению европейских и российских экспертов, это все-таки клинический синдром, который характеризуется типичными симптомами. Типичными симптомами в виде одышки, припухлости лодыжек, утомляемости. Эти клинические симптомы сопровождаются признаками, такими как повышение давления в беременных венах, их набухание, застойные хрипы в легких и периферические отеки. И третий компонент диагноза – это, конечно, структурные или функциональные нарушения в работе сердца. Вот такая триада позволяет поставить диагноз. К сожалению, формат нашей встречи не позволяет мне подробно остановиться на этих деталях, хотя они весьма любопытные. Клиника очень трансформировала сердечную недостаточность. Так или иначе, надо заключить, что сердечная недостаточность является финалом практически всех сердечно-сосудистых заболеваний. В сердечно-сосудистом континууме – это финальный этап. Что касается типичных симптомов, знаете, очень, как я уже отметил, очень трансформировалась клиника. Если на рубеже веков ведущим в симптоматике был застойный проявление периферической отеки, хрипы в легких, застойные, влажные, мелкопузырчатые, то в настоящее время доминирует в клиническом течении одышка и утомляемость, немотивированная слабость. Обратите внимание, 98% больных имеют одышку и 94% немотивированная слабость и утомляемость. Основные причины сердечной недостаточности – это прежде всего ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда – 70%. А вот обратите внимание, второе место – это артериальная гипертония, гипертоническое сердце. А вот на третьем месте – сахарный диабет. Как это, может быть, не выглядит неожиданно для вас. Сахарный диабет является одной из основных причин развития хронической сердечной недостаточности. И такие заболевания, как врожденные приобретенные потоки, кардиомиопатии, находятся на боли, встречаются гораздо реже, как причина развития сердечной недостаточности. Надо сказать, что у пациентов с сахарным диабетом хроническое сердечное недостаточности выявляется в 2-2,5 раза чаще, чем в популяции. Причем эти данные неоднократно подтверждали в самых различных исследованиях. Вот последнее из них – это проспективное когортное исследование. По сути, показало те же самые результаты. У больных с сахарным диабетом второго типа в 2,5 раза чаще выявляется сахарный диабет. Надо отметить, что наличие сахарного диабета существенно ухудшает прогноз этих больных и в структуре смертности ХСН является ведущей. Вот совсем недавно, в этом году, на последнем конгрессе европейских радиологов были представлены данные о связи сердечной недостаточности и диабета и было показано, что независимо от возраста наличие сахарного диабета, в частности в отшведском регистре, ассоциируется с существенно более низкой выживаемостью, высокой смертностью. Делал доклад президент Европейской ассоциации кардиологов Стефан Анкер. Он отметил, что в целом в здоровой популяции сахарный диабет встречается в Европе в 8-14% случаев в разных регионах, но у пациентов, страдающих сердечной недостаточности, частота выявления сахарного диабета, обратите внимание, варьировала от 23 до 40%. В среднем в 31% случаев у каждого третьего больного с сердечной недостаточностью имеется сопутствующий сахарный диабет. Это в два раза выше, чем в популяции. Если говорить о потенциальных механизмах развития сердечной недостаточности у больных с диабетом, то нередко у этих пациентов диагностируется сохраненная фракция выброса, сохраненная систолическая функция, но нарушен процесс расслабления левого желудочка за счет фиброза миокарда, отложения коллагена, хотя большое значение имеет и дисфункция автономной нервной системы, и глюкотоксичность, оксидативный средств, миофиброз. И в любом случае надо констатировать, что комплекс патофизиологических изменений при сахарном диабете и при сердечной недостаточности имеет много общего. Если говорить о этиологии сердечной недостаточности у больных с сахарным диабетом, то выделяется так называемая кардиотоксическая триада. Это прежде всего ишемия миокарда, но без атеросклеротического поражения коронарного русла. Речь идет о диабетической микроангиопатии с избыточной продукцией коллагена, отложением его и диастолической дисфункцией, нарушении процесса расслабления с возможным развитием дисфункции эндотелия вазоконстрикции коронарных артерий. Очень большой роль играет и сопутствующая артериальная гипертензия, механизм развития, который близок к таковому, который только что и обозначил. И, конечно же, важный компонент этой самой триады – это диабетическая кардиомиопатия. Суть ее сводится к тому, что развивается сердечная недостаточность с классическим набором и признаков, и симптомов, и поражения сердца, но связано это с нарушением синтеза аденозин-трифосфорной кислоты в кардиомиоцитах. Вы знаете, что АТФ является энергетическим субстратом, обеспечивающим полноценные сокращения, и 30% у здорового человека вырабатывается за счет глюкозы, которая доставляется в митохондрии кардиомиоцитов. При диабете транспорт глюкозы нарушен, не более 5% глюкозы попадает в кардиомиоциты, и основной источник образования АТФ – это свободные жирные кислоты. АТФ не хватает, сократимость нарушается, ремоделирование сосудов, снижение… Ну, вот я уже сказал об этом. Что интересно, в настоящее время выделяется два клинических фенотипа диабетической кардиомиопатии. Один из них характеризуется так называемой рестриктивной кардиомиопатией, и он характерен для сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса. Вот средний столбец, обратите внимание. Левый желудочек нормальных размеров, гипертрофия стенок левого желудочка, повышенная жесткость, нарушенное расслабление, а фракция выброса нормальная. Второй тип – дилетационная кардиомиопатия – характеризуется снижением сократимости, нарушением систолической функции и увеличением левого желудочка, дилетации, ремоделирования. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, нет времени комментировать более детально патоморфологию этих двух фенотипов. Хочу лишь сказать, что для сахарного диабета первого типа характерна вот дилетационная кардиомиопатия, увеличение камер сердца, истончение стенок и снижение сократимости. Для диабета второго типа характерна вот такая рестриктивная кардиомиопатия. В любом случае у этих больных отсутствует поражение клапанного пара, заболевания мышцы, атеросклеротическое поражение коронарных артерий, и вроде бы без объективных органических заболеваний сердце развивается сердечная недостаточность. Некоторые авторы считают, что речь идет обычно о трансформации одного типа. Вначале формируется сердечная недостаточность, сохраненная фракция обыкновения, которая трансформируется в дилетационную кардиомиопатию. Ежегодные медицинские расходы на осложнение у больных с диабетом, представленные на этом слайде, обратите внимание, хроническая сердечная недостаточность требует наибольшего вложения в коррекцию этих самых клинических проявлений. И вот я уже упоминал последнюю версию европейских рекомендаций по диагностике и лечению сердечной недостаточности. Там был отмечен, впервые был выделен целый раздел, посвященный сопутствующим заболеваниям, и особое место, по сути на втором месте, сахарный диабет и метаболический синдром, как причины декомпенсации и прогрессирования заболевания. Что касается лечения диабета, что появилось новое? Наверное, для массы это не новость, для кардиологов, по крайней мере, это была очень значимая информация, в частности, о метформении. Достаточно много написано, указывается, что она имеет целый ряд плеотропных свойств, прежде всего, прежде всего, кардиопротекция обладает, и связано это с тем, что пациентов с диабетом, пациентов с диабетом, он очень, да, препарат, это препарат выбора, препарат номер один в лечении сахарного диабета, несмотря на 50-летнюю историю его использования, он применяется в настоящее время у 150 миллионов человек в мире. Вот его механизм действия более-менее полноценный, был определён только в 2000-х годах, и было показано, что целый ряд плеотропных эффектов, в частности, снижение частоты обострения, частоты госпитализации в связи с сердечной достаточностью и смерти от ХСН, подтверждает значимость этого препарата. Эксперты Европейского общества кардиологов отметили, что у больных с диабетом гликемический контроль следует проводить постепенно, с умеренной скоростью. Метформин назначается пациентам с ХСН со сниженной фракцией выброса и должен быть препаратом первого выбора. Очень долгое время считалось, что его использование ассоциируется с риском развития лактоацидоза. Последние годы было показано, что это крайне редкое сложнение, и риск его развития переоценен. Что касается препаратов сульфанилмочевины, они являются блокаторами калевых, АТФ, сарколемных и митохондриальных каналов, и имеют потенциальную кардиотоксичность, я подчеркиваю, у больных с ХСН. Не просто у больных с диабетом, а у больных с диабетом и ХСН. Увеличение продукции реактивных форм кислорода и целый ряд других нежелательных явлений может осложнить течение сердечной недостаточности. Но это не значит, что все препараты нужно под одну гребенку. Есть современные препараты сульфанилмочевины. К сожалению, сравнительных исследований, вот как называется head-to-head, голова в голову, разных препаратов сульфанилмочевины, не проводилось. И поэтому пока эксперты пишут о необходимости с осторожностью применять их у больных с диабетом и сердечной недостаточностью, поскольку они могут привести к декомпенсации. Что касается инсулина, он показан пациентам с первым типом диабета, но надо помнить, что он может приводить к задержке жидкости и декомпенсации. Препараты глитозоны ассоциируются с повышенным у больных с сердечной недостаточностью, ассоциируются с повышенным риском неблагоприятных сердечно-сосудистых эффектов. Опять-таки с блокадой АТФ зависимых калиевых каналов они укорачивают период действия и могут спровоцировать серьезные сложные нарушения ритма в связи с электрофизиологическими изменениями. Они вызывают кроме того задержку натрия, жидкости, повышают риск декомпенсации, поэтому не рекомендуется пациентам с сердечной недостаточностью. Что касается их использования в Европе, еще с 2006 года европейский регуляторный орган, вы знаете, это аналог FDA, рекомендовала изъять его с рынков европейских и наложить ограничения на использование ростглитозона. Наши американские коллеги после коррекции инструкции по применению все-таки реабилитировали его, хотя проблема сердечно-сосудистой безопасности по-прежнему остается основным лимитирующим фактором использования глитозонов. Но надо сказать, что разные глитозоны по-разному влияют на госпитализацию в связи с сердечной недостаточностью. У пожилых пациентов сахаромбитом второго типа пиоглитозон ассоциировался с меньшим риском развития сердечной недостаточности. Тем не менее, в настоящее время установлено, что этот класс сахароснижающих препаратов повышает риск развития сердечной недостаточности, хотя пока точно не показано их влияние на смертность. Но что касается эмпоглифлозинов и вообще класса ингибиторов натрия, глюкоза, контрреспортера второго типа, продемонстрировано снижение госпитализации и даже смертности сердечно-сосудистой при использовании эмпоглифлозина, причем кривые разошлись очень рано и сердечно-сосудистая смертность и госпитализации были существенно значимо ниже в группе больных. Но я думаю, не мне вам рассказывать о эффектах этого класса препарата. Хочу лишь отметить, что даже сами исследователи не нашли точных объяснений этому эффекту. Связывают это, наверное, с осматическим вот этим эффектом, диурезом, выделением глюкозы вместе с мочой и умеренным снижением артериального давления и теми же самыми плеотропными эффектами. Кстати говоря, это не только ЭМП, это и канаглифлозин, исследование канваса нам также продемонстрировало возможности эффективного использования и снижения сердечно-сосудистых осложнений. Что касается глиптинов, в этих европейских рекомендациях написано, что ингибиторы дипептилпептаза четвертого типа приводят к повышению секреции инсулина, тем самым стимулируют выброс его и используются как ингретиномеметики, улучшают гликемический контроль, но не снижают или даже могут повышать некоторые из них риск развития сердечно-сосудистых событий и декомпенсацию. Но любопытно отметить, что в этой рекомендации, что бывает довольно редко, допущена значимая ошибка, очевидная ошибка. Было написано, что они приводят повышению секреции инсулина и тем самым стимулируют выброс его, хотя на самом деле они не увеличивают секрецию ингретинов, а ингибируют их разрушение ферментом дипептилпептидаза. В трех крупномасштабных исследованиях было показано отсутствие влияния на сердечно-сосудистые исходы ингибиторов дипептидаза четвертого типа. Однако FDA сделала заявление о потенциально неблагоприятном влиянии саксаглептина и алоглептина на сердечную опять подчеркиваю только больные с ХСН не в целом больные с диабетом. Но это не относится к ситоглептину. Вот результаты исследований агонистов лукогом подобного пептида первого типа показывают благоприятный профиль безопасности. В этой связи на сайте Американской Ассоциации кардиологов была развернута дискуссия достаточно активная бурная в частности профессора опубликовали письмо в котором задавались вопросом почему же не представлены результаты исследования ТЭКОС и вторичный анализ связанный с влиянием с безопасностью сердечно-сосудистой в частности по ситоглептину и авторы этих рекомендаций согласились с аргументами написавших туда профессоров и просто объяснили отсутствие вот этих акцентов относительно ситоглептина позитивного влияния на прогноз тем что к тому времени когда документ готовился еще не было результатов исследования ТЭКОС что касается рекомендаций по сердечной недостаточности канадского кардиологического общества совсем недавно осенью этого года в сентябре была опубликована очередная версия рекомендаций в которых четко написано что ингибиторы дипептилпептидазы могут использоваться при ХСН в качестве препарата выбора следует рассматривать лина или ситоглептин у пациентов с сопутствующим сахарным диабетом с установленным диагнозом сердечной недостаточности либо с риском ее развития что касается инкретинно-направленной терапии роли места надо сказать что клиническое исследование очень много я не буду повторяться их очень много проведено в настоящее время здесь они все представлены вот в частности аналоги глюкогом подобного пептида первого типа два исследования Лидер и Сустейн шесть были проведены первым из них было показано отсутствие различий по частоте госпитализации в связи с прогрессированием сердечной достаточности при этом при достоверном снижении конечной первичной точки это очень важно это демонстрирует отсутствие их негативного влияния на прогноз и вот сим глутит также продемонстрировал достижение первичной точки и достоверное снижение риска сердечных осудистых осложнений но без увеличения частоты госпитализации по поводу ХСН также было отмечено отсутствие роста частоты госпитализации сердечной достаточности при достоверном снижении первичной и конечной точки почему мы так часто стали говорить последнее время о частоте госпитализации в связи с обострением в связи с прогрессом ХСН дело в том что сравнительно недавно 7-8 лет назад было показано что сам факт госпитализации в связи с прогрессированием ХСН является маркером неблагоприятного прогноза обратите внимание с каждой последующей госпитализацией в связи с прогрессированием ХСН имеет место повреждение миокарда повреждение почек и что самое печальное обратите внимание после первой госпитализации медианная выживаемость составляет 2,5 года надо сказать что вообще ХСН кстати говоря смертность при ХСН выше даже чем при некоторых онкологических заболеваниях от первых проявлений манифестации сердечной недостаточности пациенты живут от 5 до 7 лет всего лишь и посмотрите после первой госпитализации медианной выживаемости 2,5 года после второй полтора года после третий год после четвертой полгода после пятой госпитализации никто не выживает и поэтому наша задача заключается в том чтобы снизить количество госпитализации связанных с прогрессированием ХСН именно поэтому во всех рекомендациях так активно обсуждается возможность влияния сахароснижающих препаратов в том числе на частоту этих госпитализаций а вот в исследовании Сейвор обратите внимание отмечено повышение частоты госпитализации по поводу сердечной недостаточности достоверной причем 27% высоко достоверной нарастания частоты вот этого маркера неблагоприятного прогноза ну вот на этом графике это хорошо видно как саксоглиптин ассоциируется с этим нежелательным в исследовании экземен была отмечена тенденция к повышению недостоверная но достаточно заметная тенденция к повышению частоты госпитализации ну и в этой связи FDA регуляторный орган самый авторитетный в мире орган сделал заявление касающийся безопасности этого класса препаратов в частности было написано что проведенный анализ оценки безопасности выявил что сахароснижающие препараты содержащие сакса и аллоглептин повышают риск развития сердечной достаточности у пациентов с заболеванием сердца сердечная недостаточность может приводить к неспособности сердца выполнять насосную функцию и требуется внесение информации в раздел с осторожностью в инструкции по применению лекарственных препаратов содержащих сакса и аллоглептин обратите внимание не на весь класс препаратов наложены определенные ограничения действительно сейвор ассоциируется использованием саксаглептина с повышением частоты госпитализации на 20% исследование аллоглептин на 19% на 19% но недостоверно исследование в ВИВИТ совсем маленькое исследование не очень понятно как получились такие результаты фракция выброса растет вместе с ростом конечность диастолического объема и практически отсутствие роста конечность диастолического объема вообще это исследование даже не было зарегистрировано FDA и поэтому результаты этого протокола эти выводы вряд ли есть смысл как-то интерпретировать достаточно лишь отметить что более высокая частота в этом исследовании наблюдалась смерти сердечно-сосудистой в группе рилдоглептина но интерпретация затруднена в связи с малым количеством выборки возникает вопрос от ЭКОСИ госпитализация в исследовании с использованием ситоглептина практически не нарастало обратите внимание в группе ситоглептина и плацебо никаких различий в частоте госпитализации в связи с прогрессированием сердечного статуса не было итак ситоглептин риск госпитализации не повышается расследование ЛИКСа ЛИДЕР и СУСТАИН-6 риск госпитализации не повышался САКСа и АЛЛАГЛЕПТИН значимо повышали значимо только СЕЙВАР в экзамен недостоверно но на 19% риск госпитализации возрастал ВИЛАГЛЕПТИН вообще нет данных нет регистрации а что касается ЛИНОГЛЕПТИНа мы только ждем результаты исследования ну и вот исходя из всего этого можно подумать а почему такие различия либо это исходная популяция пациентов была разная нет она фактически популяции как показывает анализ примерно одинаковые были по тяжести по длительности заболевания по коморбидности дизайн исследований также был одинаков критерии регистрации по сердечной достаточно были одними и те же сопутствующие терапии я имею ввиду сердечно-сосудистые примерно одинаково использованы частота и ингибитор ЭПФ и бета-блокаторы и диуретики и сахароснижающая терапия поэтому остается с большой степень вероятности предполагать что различия в этих исследованиях по влиянию на прогноз на частоту госпитализации связанных СМ было связано с фармакокинетическими и фармакодинамическими особенностями молекул ингибиторов ДПП-4 благодарю вас за внимание